Привет, друзья! Приехали мы сегодня на новое место для нас. Здесь была деревня. Она и сейчас есть, эта деревня. Но часть деревни уже вымерла. Так что сегодня будем ходить опять по огородам. Чего-то мне на них очень не везет. И на местах старых домов. Вот за нами старый домик. Вон за мной там яма. По самой не могу покажу. Может быть, где-нибудь в домик заберемся. А может быть, лопатой получим по горбу. За мою карьеру копорскую было два случая, когда приходили бить морду. Но ушли ни с чем. Не об этом. Так что давайте искать. У меня новая перчатка, новая. Так что находки должны быть. По-любому. Должно же нам когда-то повезти. Что-то много говорю. Давайте посмотрим местность. И пойдемте копать, копать, копать. Пойдем. Вот смотрите. Это было за моей спиной. Как бы не рухнуть туда, это, по всей видимости, был погреб. Но он завалился. Туда уже не забраться. А там он стоит. Домик. Может мы сейчас как-нибудь пролезем. Интересно же, что там в домике. О, какой потолок. Пойдемте. О, смотрите. Вешалка. Вешалка. А вот у нас... Ой. Проварилась нога. Кожаная веревочка. Фу. На голову сыпется. Сниму. И заберу. Кожаная веревочка. Зачем? Не знаю. Наверное, мне все надо. Во как. Запчасть от сепаратора. Лабутены. Чьи-то. И все уже сперли. О, какая интересная бутылка. Чуть нарисована. Ну, это уже что-то современное. Я думаю. Пойдемте дальше. Это я уже забрался во двор. Там домик. Пойдемте в домик. Дверь сперли. Вот стопа. Уже по голове попала. Куском глины. А здесь ничего интересного. Потолок упал. Что было подмазано. И весь пол накрыл. А печку сперли. Хотя, интересно. Домик всего на две комнаты. И все. С такими вот маленькими окнами. Чердак, походу, еще есть. Там где-то. Где-то там. Но я тяжелый. Много во мне. Га-га. Боюсь, если полезный чердак завалится. О, веревочка от картины. Здесь, как всегда, были иконы. Видите? Уголки. Но кто-то их уже спер. Так, все. Вылезу сейчас вот это вот окно. И пойдем на улицу. Да, друзья. Смотрите. Не могу не похвастаться. Это лук. Кто видел такой лук. Вот для масштаба лопата-фискарь. И вот у нас ложится всего две луковицы. Одна луковица, чуток больше 700 грамм. Вот такой вот лук растет у нас в деревне. Вот такой вот сожрал. И все. И дракон на целую неделю. Ха-ха. Никто к вам близко не подойдет. Вот это тебе мега лук. Вот у нас тут дом или хутор, где мы лазили, где крапивой обжегся. По самому я не могу. Был у меня первый сигнал. И вот наша находка. Это, друзья, конина. Но я ее лопатой прям по центру. Ну что ж. Конина так конина. Все же лучше, чем пробки. Забираем. Я все кружу возле этого домика. Нашел вот такой вот интересный сигнал. Я думаю, это ручка с пистолета. Ну, наверное, игрушечного. Пистон нам и стрелял или что-то в этом роде. Ну, почему-то я думаю, что это именно с пистолета. И вот наша находка. Та, что поинтереснее. Через скану плохо видно. Била как советик. Уже и подсох. И это у нас скорее всего советик. Советик, ты кто? Не вижу. Секунду. О, какая красавица. Три копейки 1949 года. Ранние советы. В каком хорошем сохране. Химии здесь нет. Здесь не пашется. И герб красавец. Классная монетка. Дочищу. Здесь есть чего. И покажу. Классненно. Ищем. Три копейки ранних советов 1949 года. Материал алюминиевая бронза. Масса 3 грамма. Диаметр 22 миллиметра. Толщина 1,25 миллиметра. Гурт рифленый. Существует несколько штемпелей данной монетки. Но я в них, если честно, не понимаю. Но как показывает практика, я думаю, что мы с вами нашли обычную трехкопеечную монету. Если кто понимает, подскажите. Сменили мы огород. Это уже четвертый. Здесь вот таких вот сигналов где-то я бросил. О! Просто жесть. Сумку не брал, так что оставим. Был сигнальчик как у Аськи колокольчик. Во! У меня так бьет или фольга, или колечки. Хо-хо! Колечко, колечко, кольцо. Сунул руку. Там дырка, а в дырке ля-ля! Колечко. Какое маленькое. Ух, класс! Женское, наверное. Потому чтобы здоровый дядька такое не носил. Походу старенькое. Все, буду чисто по ювелирке. Хе-хе! Забираем и покружим. Покружим. Там рыбу ловят, проход. Фух, отдышусь, кину удовольствие. Я нашел чего-то интересное, интересное, по крайней мере, для меня. Вот, смотрите. Врать не буду, в руку уже взял, понял, что не шмурдяк и бросил. Но еще не смотрел. Это какая-то бижутария. Не зло точно. Но может хотя бы серебро. О, какая красивая. Ну, на вес чего-то весит. Если был бы алюминий, ничего бы не весило. Так. Ух-ху! Ух-ты-ки-о! Красотень! Так, 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 секунду, секунду. Ха-ха! Боцаться! Есть, есть, есть проба! Ха-та серебро! Класс! Ух-ху! Мандраж по коже. Класс! Но это в середине, конечно же, алмаз на 24 карата. Класс! Почищу, фотографирую и обязательно пробу, чтобы вы видели. Фух! Как бы не задохнуться. О-хо-хо! Классненная находка! У-у-у! Плющит! Для меня сегодня мега-коп! Все, буду праздновать! Пиво в холодильник! И до свинячьего визга! До состояния Галя берега не видит! Все, забираем и продолжим! Красивая, неожиданная находочка! Серебряная серьга 875-й пробы времен СССР! На сережке видно клеймо SU-4 Чуток погуглив я узнал, что сделана данная сережка на Урале, а именно Свердловской ювелирно-гранитной фабрикой. Фабрика начала свою работу с 1896-го года, а с 1941-го по 1972-й год ставилось именно такое клеймо. четверочка означает я думаю конец года, то есть наша сережка сделана или в 1944-м или в 1954-м а может в 1964-м годах. Если кто-то знает больше информации поправьте меня. Так, друзья, переехали новый огород у нас, так сказать, вояж по огородам. Смотрите, здесь кусты и вот сколько ягод. Я не знаю, как это будет правильно, у нас это террен. Зимой будет вкусный при первых морозах. Приедем обязательно. Витамины. Так, пойдемте копать. Вот так выглядят у нас летом ноги настоящего копоря. Вот брат нашел монетку сверху, говорит, глазами. Говорю, чего показывает, говорит, серебро. Ну, он еще не находил серебро. сверху я находил. Посмотрим, какое-то серебро. Так, друзья, не вижу ничего. Ничего. Секунду. Нет, друзья, не серебро, но возле него лежало одна копейка ранних советов, та, что медная, 1924 года. смотрите, как сохнет на глазах. Ну, состояние да, неплохое. Хороший огородик, будем его долбить тщательно, раз прям сверху монеты лежат, а. одна копейка 1924 года. Это у нас ну прям очень ранние советы. Материал медь, масса 3,3 грамма, диаметр 21,3 грамма, толщина 1 миллиметр. Гурт в нашем случае рифленый, но бывает и гладкий. Там цена будет поинтереснее. Есть много разновидностей, но у нас обычное. Так, друзья, вот здесь я выкопал только что кольцо, просто какое-то медное уплотнительное. А здесь смотрите какой красавец сигнал. 44 глубина 4. Попробуем поскольку мы вдвоем копим. где ты? Это было совсем не похоже на глубину 4. Ну и где где-то здесь. А ты блин разы выключай. Наверное сарай был развалился. Вот так всегда. Только что сняли онлайн и вышел шмурдяк. больше не звал брата. И вот смотрите Монитосина сверху. Билла 44 46 но если такая небольшая 46 это может быть только деньга. Ну у меня это так и деньга бьет. сарай через камеру не вижу ничего. Секунду. Вот тебе и нежданчик. Монетка Елизаветы Петровны. А именно деньга 1741 год если правильно вижу. Состояние достаточно неплохое для такой монетки. Крутяк. Даже орел еще живой. Круто. Может здесь и такие монетки будут. Офигеть. Все забираем и кружим 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 опрет. Деньга 1741 года. Две черты гурт сетка. Монетка Иоанна Антоновича. Материал медь. Вес 8-19 грамма. Диаметр 23-24 миллиметра. Тираж 18 миллионов 200 тысяч штук. Для таких монеток сохран достаточно неплохой. даже глаз орла видно. Прет 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 не меня прет а мне прет буквально в двух метрах от деньги вот смотрите было конечно как шмурдяк но это какая-то штука то ли значок вот какая-то такая штука секунду вот какая-то такая накладочка смотри какая симпатичная серп молот походу книга написана трудова школа а первое слово не вижу другой стороны нет ничего помою подровняю покажу вам может быть подскажет кто-то что это могло быть классная находочка ух прет 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 ищем я думал это какая-то нашивка или значок а оказалось достаточно нечастая кокарда а именно кокарда школьника трудовой школы единая трудовая школа создана в процессе реорганизации российской системы народного образования в 16 октября 1918 а уже к 1920 году было открыто свыше 13 тысяч новых школ число учащихся по сравнению с 14-15 годами увеличилось более чем на 1 миллион человек количество учителей выросло в 5 и 7 раза можно сказать что образование пошло в массы интересная кокарда у меня такой еще нет будет пополнение моей коллекции брат говорит монетку нашел покажи давай мне ну мы так ничего не увидим секундочку это у нас одна копейка 1890 года состояние конечно не очень но все же царизм империя состояние мы не выбираем с этой стороны вот так попробуем почистить а там кто его знает что с этого получится видно не очень богатые и здесь жили люди одна копейка 1890 года SPB Александр 3 материал медь вес монеты 3,28 диаметр 21,7 тираж 6,905,000 штук андрюша съешь лимон чего такая рожа довольная показывай я нашел показывай чего тут я не знаю видно вам или нет мне ничего не видно секунду кругляшок биллон вот это сегодня нам везет 10 копеек 1922 года рсфср люблю чистить монетки будет мне чего почистить обязательно почищу и покажу класс 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 все ищем 10 копеек 1922 года рсфср монетка имеет интересное свойство феромагнитное то есть магнитится материал серебро 500 пробы сплав никеля и серебра вес монеты 1,80 грамма чистого серебра в монете 0,90 грамм диаметр 17,27 мм тираж не установлен монетка изготовлена на петроградском монетном дворе гурт рубчатый почти в камыш забрался это уже не из огорода был спорный сигнал с одной стороны хороший с другой стороны кака развел большую яму потом понял почему была еще и жасть сбоку это у нас монитосина но било как империя не как советы ну я не вижу ничего секунду это у нас одна копейка 1861 года ух и опа на Александр второй состояние конечно не очень но Александр трой это всегда праздник на последнем копе у меня тоже было но год другой был и подогнуто вот как везет так везет все забираем одна копейка 1861 монитосина монитосина так так секунду одна копейка империя 1903 год николай второй ну состояние конечно залюбили ее видно жили не очень богатые люди ну что ж все же империя забираем одна копейка 1903 года спд николай второй материал медь вес монеты 3,28 грамма диаметр 21,7 тираж очень большой 74 миллиона 400 тысяч 10 штук в нашем состоянии монетка бесценна во тут дерево такое вот был у меня сигнал очень похожий на консервную банку или на большую монету но с уверенностью 90% я ее саданул потому что слышал звук характерный думал просто шмурдяк здесь его много ага саданул что это у нас так секунду ай-яй-яй ай-яй-яй это пятак 24-го года целый пятак но я ему чуток подровнял шапку но состояние здесь не очень так что я буду себя так успокаивать но все же надо копать все аккуратно вот видите под конец дня и так облажался попробую почистить посмотрим забираем и идем к машине 5 копеек ранних советов такой большой медный пятак масса монеты 16,4 грамма диаметр 32 миллиметра толщина 2,4 миллиметра неплохая такая шайба гурт гладкий но бывает и рифленый вот там уже цена будет поинтересней красивая монетка жаль что кот снул ну что друзья как то вот так мы сегодня покопали вот такой у нас получился вояж по огородам да скажу это за последний месяц самый удачный выезд как то так сразу заезжаешь и находки есть а то все бродишь ходишь по огородам много мусора а бывает вообще ничего а сегодня мне коп понравился не знаю как вам находки есть для меня вообще если серебро есть это все это удача это джага-джага все такое так что мне понравилось а вам не знаю будем еще копать скоро у нас осень точнее когда это видео выйдет уже будет осень будут убирать поля перспективные интересные где мы не раз находили находочки так что подписывайтесь не пропустите если видео понравилось ставьте палец вверх если хотите пообщаться заходите в группу ссылочка под видео группа у нас большая нас там много все чего-то покупают продают советуют так что заходите группа закрытая на всех приму по блату ну как-то вот так не знаю чего еще сказать в голове все вот так я нашел сережку так что друзья подписывайтесь вам самого лучшего удачи любви здоровья и взаимопонимания в семье до новых встреч о малая часть шмурдяка это только то что у меня было вот смотрите сколько ложек вот такие вот катафон катафон колокольчик вот смотрите вот это чепуха выпала из сердца окна думал монета это какая-то шайба с дыркой алюминиевая это у нас косы старой косы это у нас лопаты ну вот как-то так это кусок меди это медь это у нас часов короче ничего интересного а вот наши находочки да вот есть такая штука вот найду еще пару и сделаю пруно теще чтобы она понимала где у нее тормоза да это надо не забудь вырезать так по находкам у нас вот так вот рукоятка с пистолетом какая-то накладочка про школу 3 копейки 49 несколько монеток по копеечке колечко какой-то модницы беллончик красивенный 22 года вот сережка с алмазом рубинами все такое помоем посмотрим конина деньга в довольно неплохом состоянии копеечка 861 копеечка 24 о сколько у меня сегодня копеек пятак и чего а и 2 копейки еще Андрюха нашел но мы их не снимали да еще вот такая вот хлам убитая пуговка железнодорожника туда и в мусор вот так вот такой у нас сегодня зачетный хабар спасибо что смотрели подписывайтесь и не болейте YouTuber то видео они uta и pert